Еще совсем недавно эти деревья росли и даже не подозревали о том, что будут срублены. Факт незаконной вырубки обнаружен примерно около двух недель назад. По сообщению жителей поселка совхоза имени Ленина, мы об этом узнали, выехали на место оперативно. По этому делу сотрудниками администрации был составлен акт. Материалы отправлены в полицию в целях проведения дополнительных следственных мероприятий и патрулирование данной территории, чтобы не допустить дальнейшую вырубку зеленых насаждений. На сегодняшний момент вырубка продолжается. Участок находится в частной собственности, поэтому ступить на частную территорию без правоохранительных органов мы не вправе. Но тем не менее администрация уже подготовила обращение в прокуратуру для того, чтобы провести дополнительную прокурорскую проверку, в том числе и в отношении действий правоохранительных органов. Как рассказала Татьяна Лебедева, вырубленные деревья в хорошем состоянии. Проблемная территория граничит с лесопарковой зоной города Видное, площадью 260 гектаров. Стоит отметить, что в полицию поступило заявление и от жителей. В рамках этого дела необходимо произвести расчет ущерба. То есть именно правоохранительные органы подают запрос в администрацию, вызывают нас как третьих лиц, и мы проводим свою работу. По расчету ущерба уже стоит вопрос об уголовной ответственности. То есть уголовная ответственность наступает в зависимости от нанесенного ущерба. Администрация Ленинского городского округа держит ситуацию под контролем и обещают довести дело до конца. Незаконная вырубка деревьев должна быть остановлена, а виновники наказаны. Ведь такое быстрое разрушение лесных массивов приводит к исчезновению уникальной флоры и фауны, а также к ухудшению экологической обстановки.